Сюда, как в лучшие заведения, вход только по пропускам. Правда, за забором не элитное мероприятие, а незаконная свалка мусора. Лицо открыло ворота, грузовик заехал, ворота закрылись. Территория бывшего предприятия «Химволокно» сегодня большой полигон для отходов. Мусор сюда вывозят незаконно. Проверку инициировали прокуроры еще летом этого года. Правда, после штрафов вывоз отходов сюда продолжился. Данный земельный участок, на котором допущено незаконное размещение, относится к категории земель и населенных пунктов. Земельный участок находится в государственной собственности. Земля в свое время была сдана в аренду. Новый владелец устроил здесь свалку. Размещение отходов происходило явно не бесплатно, а бизнес в таком случае выходит весьма доходным. В день груженных мусором машин заезжает до пяти штук. Да может четыре, может пять. Только за время съемок разгружаться приехали два МАЗа. Местные сотрудники утверждают, что строительный мусор сюда привозится для утепления кубов. Бетонные емкости в нерабочем состоянии еще со времен развала бывшего химволокна. И зачем их утеплять, на этот вопрос ответа не дают. Здесь вроде как бы я слышал утепление кубов. А кто вам без денег возит? Скандально известный полигон в Турлатове. Больное место Рязани уже давно. Год назад общественность и СМИ боролись за запрет на размещение на полигоне опасных химических отходов. Уже сегодня Турлатово снова на слуху. То есть ситуация не только не движется к разрешению даже в год экологии, а с каждым новым витком выявляет беспомощность властей перед мусорной атакой. Еще обиднее, что такая беда не по всей стране. Соседние Московская, Липецкая, Нижегородская и многие другие регионы успешно контролируют движение мусора на своей территории и внедряют экологические безопасные технологии. Выходит, неразрешимых задач нет. Есть только бездействие, а также уверенность в безнаказанности. В то время как Московская область мобилизует силы для решения мусорной проблемы, в Рязани в течение нескольких лет не могут запретить вывозить мусор, каким бы он ни был, на бывший завод химволокна. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».